Всем привет! В эфире Универ Ньюс, в студии Валерия Муратова. Итак, сегодня в выпуске. С кем КФУ будет реализовывать новый проект по лечению туберкулеза? В Казани наградили лучших медиков Республики Татарстан. Чем опасен озон для всех живых существ на планете? В Казанский федеральный университет прибыли представители Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии. Гостей встречал ректор КФУ Ильшат Гафуров. Участники встречи обсудили совместный проект. Подробнее о встрече в следующем сюжете. С визитом в Казанский федеральный университет прибыл директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии Петр Яблонский. Институт под его руководством занимается изучением и лечением туберкулеза легких. В начале визита состоялась встреча с ректором Ильшатом Гафуровым. Во встрече также приняли участие проректор по биомедицинскому направлению Андрей Киясов и главный врач медико-санитарной части КФУ Сергей Осипов. В начале встречи ректор КФУ отметил, насколько важна проблема туберкулеза. Как только мы стали повально мониторить всех своих студентов, сотрудников, работников сервисных компаний, которые у нас работают, то, к большому сожалению, все стало заново проявляться. Это, конечно, заставляет заново посмотреть, где мы находимся в решении этого вопроса и что нам нужно делать как учебному научному учреждению. Петр Яблонский рассказал сотрудникам Казанского университета о разработках Санкт-Петербургского научно-исследовательского института в тезиопульмонологии в области лечения туберкулеза. Удивлен и порадован тем, что мы уже сегодня нашли три субстанции, которые работают, и хотелось бы продолжить эту работу. Уверен, что получится. Опыт у нас есть, и так случилось, что при всей скромности и такой нераскрученности нашего учреждения, но мы единственные на северо-западе, продали два патента, по одному из них построен завод, по-другому выведено на рынок новое лекарство. Стороны пришли к решению, что в этой области необходим совместный проект. Петр Яблонский высоко оценил медицинское направление в Казанском федеральном университете. Сегодня я все увидел, и увидел не только то оборудование, которое у вас есть, но и те глаза, которые на нем работают. И как администратор, и как человек, который занимается наукой, многое оценил. Во-первых, мотивация команды, которая, не имея устойчивого финансирования, сегодня умудряется делать реально великие вещи. Далее гости в сопровождении ректора Эльшата Гафурова посетили императорский зал и музей Казанского федерального университета, а позже отправили структурные подразделения по медицинскому направлению. Артем Тупичкин, Ленар Довлетиаров, Универньюз. В Академии наук Республики Татарстан прошло общее годичное отчетно-выборное собрание. В его работе принял участие ректор КФУ Ильшат Гафуров, который является действительным членом Академии наук Татарстана. Подробности смотрите в следующем сюжете. В Академии наук Республики Татарстан прошло общее годичное отчетно-выборное собрание. По работе приняли участие министр образования науки Республики Татарстан Рафис Бурганов, заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Ректор КФУ является действительным членом Академии наук Татарстана. С докладом выступил президент Академии наук Республики Татарстан Мегзюм Салахов. Он рассказал о деятельности Академии наук Татарстана за период 2014-2019 годов. Все сектора научного комплекса тесно взаимосвязаны, даже не представляется возможным обозначить четкие грани между вкладом институтов и отделением Академии, между вузовской и академической наукой. В этом и состоит задача Академии – консультировать все основные научные силы Республики и координировать их усилия. За этот период ученые смогли внести большой вклад в инновационное развитие экономики и в интеллектуально-духовный потенциал Республики в соответствии со стратегией социально-экономического развития Татарстана 2030. В Академии наук функционируют 8 структурных подразделений, где успешно развивается ряд научных направлений по истории, культуре татарского народа и народов Республики, цифровым технологиям, проблемам экологии и многое другое. Из года в год увеличивается число научных публикаций в рейтинговых изданиях, а также растет показатель цитируемости. На сегодняшний день в состав Академии Республики Татарстан входит 47 действительных членов, 68 членов корреспондентов, 32 почетных члена и 16 иностранных членов. С докладами выступили члены Академии наук Татарстана. Важными в повестке дня были выборы президента Академии наук Республики Татарстан. Он избирается сроком на 5 лет тайным голосованием и утверждается президентом Татарстана Рустама Миниханова. Было предложено избрать действующего президента Академии наук Республики Татарстан Мигзюма Салахова на повторный срок. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. В Казани вручили премию «Врач года» Акша Щеклер. Премия в Республике учреждена 13 лет назад. Она вручается лучшим медикам – от медсестер до руководителей учреждений здравоохранения. Подведение итогов конкурса стало в Республике доброй традицией. Подробности узнаете в следующем сюжете. 14 июня в Казанском культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса «Врач года» Акша Щеклер 2019. В этом году мероприятие проводится в 12-й раз. На награждение выступил министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков. В стране в этом году запущены масштабные национальные проекты. И в нашей республике реализуются проекты, направленные на повышение продолжительности жизни, на повышение рождаемости и снижение смертности. Я абсолютно уверен в том, что эти задачи будут выполнены, потому что у нас есть команда, и это тем, чем мы гордимся. В конкурсе 2019 года представлено 5 номинаций. Легенда здравоохранения, лучший врач первичного звена, медицинский работник года, уникальный случай и врач года. Я благодарен вам от имени миллионного населения Казани в ваших заботливых, профессиональных руках здоровья наших людей. И вы это делаете с любовью к людям, профессионально, а у нас одно из лучших здравоохранений в стране. Я хочу поблагодарить вас, хочу поблагодарить нашего президента Рустам Многолевича Миниханова. Мероприятие также посетил ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Победителем республиканского конкурса стал заведующий кафедрой неврологии и реабилитации Казанского государственного медицинского университета НВР Богданов. Валерия Муратова, Ленар Товлетиаров, Универньюс. Все знакомы с такими проблемами, как выбросы промышленных загрязнений в атмосферу, выхлопы автомобилей. Но мало кто знает, что приземной озон оказывает не менее вредное воздействие. Об опасности приземного озона, условиях его возникновения и необходимости разработки способов защиты нашему корреспонденту рассказал эксперт Казанского университета. Трудно найти человека, который не знал бы о существовании в стратосфере Земли озоновых дыр, лишающих нас защиты от избыточного ультрафиолета солнца, губительного для всего живого. На фоне этой глобальной проблемы, казалось бы, совершенно невинно выглядит влияние на наше здоровье другого озона, находящегося в приземном воздухе, которым мы дышим. Концентрации опасного газа в атмосфере Земли с каждым годом становится все больше. Все больше эмиссии парниковых газов в атмосфере, и происходит развитие автомобильного транспорта, выхлопы и так далее. Все эти последствия приводят к тому, что концентрация озона даже увеличивается. Примерно 90% атмосферного озона находится в стратосфере. Та часть стратосферы, где содержание этого вещества максимально, называется озоновым слоем. Он защищает все живое на Земле от опасного ультрафиолетового излучения. В то же время озон, который образуется в стратосфере, это вредоносный загрязнитель, оказывающий сильное токсическое воздействие на организмы. Есть определенный, ведь во всем есть баланс, есть норма, к чему приучены и растения, и человек, и так далее. И когда концентрация того или иного парникового газа, озон тоже является парниковым газом, озон, кстати говоря, тоже способствует потеплению в тропосфере. То, когда превышение есть нормы, то, конечно, все это в любом случае имеет негативные последствия, в том числе для здоровья, для растений и так далее. Следует помнить, что озон – ядовитый газ, и на уровне земной поверхности он является канцерогеном. Летом из-за интенсивного солнечного излучения и жары в воздухе образуется особенно много вредоносного озона. Бороться можно лишь одним способом в сторону уменьшения. Это, конечно, уменьшать выбросы. Во-первых, у нас автомобильный транспорт. Сейчас в современных городах наибольшее загрязнение, атмосфера происходит из-за выхлопов автомобилей и так далее. И, безусловно, это касается промышленности. Ведь основная интерпогенная миссия, основной выброс идет за счет промышленности. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюс. На этом наш выпуск подошел к концу. Следите за нами в социальных сетях. Еще увидимся.